ГОСПОДЬ ГОСПОДЬ Отрадно быть с вами, друзья мои, и мы благодарны Богу за вечер сегодняшний. Священный текст, записанный в книге пророка Иеремии, гласит, 22 глава, стих 29. «О земля, 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 слушай Слово Господне!» Этот текст дошел до нас из глубины VI века до рождения Христова. И в этом тексте со всей актуальностью и телеграммной краткостью изложена программа благовестия и земной деятельности Церкви Христовой на все века. Позвольте обратить ваше внимание на несколько составляющих этого священного текста. Прежде всего, здесь просматривается сам Глашатай, то есть пророк Иеремия. Он был всего лишь посланником. Автором этого текста был Бог. Пророк не столько человек, предсказывающий события наперед, сколько вестник Божий, обращающий внимание народа поколения сего на то, что говорит Господь Бог. Ветхозаветный пророк Иеремия – это тот же новозаветний апостол Павел. Ибо послание у них едино, и суть едина. Собственно говоря, апостол Павел говорит, «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, примиритесь с Богом». Те же самые истины излагает ветхозаветный пророк Иеремия. Друзья мои, пророк Иеремия учит нас тому, как совершать дело благовестия и в наше постмодернистское, уставшее от греха время. Время изменило человека, с одной стороны, но с другой стороны человек остался тем же грешником, тоскующим по общению с Богом и с небом. Иеремии было суждено сыграть заметную роль в судьбе народов. Он говорит, «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами. И, друзья мои, каждый из нас призван Богом сыграть определенную колоссальную историческую роль в жизни народа, мира сего, либо украинского, либо российского, либо египетского». Иеремия понимал свою роль. Корректность его понимания была отмечена и подтверждена Богом. Господь сказал мне, «Ты верно видишь». Друзья мои, если Бог призывает, Он обязательно отпечатает свою истину в сердцах людских. И тогда мы точно будем знать, что Господь сказал мне, не брату моему, не сестре, Он проговорил к моему сердцу. Иеремии более того было сказано, что он должен сказать. Павлу тоже было сказано, что он должен был говорить. И поэтому Иеремия говорит, «Ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». Друзья мои, Иеремии было сказано, что он должен был вложить, в какую тематику он должен был подчеркивать в своем пророчестве, в своей проповеди. «И простер Господь руку свою, коснулся уст моих и сказал мне, Господь, вот я вложил слова мои в уста твои». Пророк принял это слово, и он с точностью и верно стал его передавать. И он передавал даже те части, которые он до конца сам не понимал, и отвечал я, сказав «Аминь, Господи». Иными словами, «Господи, всего я не понимаю того, что ты мне говоришь, но тем не менее, аминь», слово «аминь» дословно означает что? Так оно и есть, да будет так. Он передавал в точности то, что Бог сказал ему. Иеремии было сказано, чтобы служение его было видимым, заметным, чтобы он не жил в изоляции, чтобы он не жил в изоляции от общества и от других детей Божьих. Обратите внимание на грамматические формы этого стиха. И других стихов. «Встань и скажи им все, что я повелю им». Иными словами, ты, возможно, жил приземленно, ты, возможно, жил серой обычной жизнью верующего человека, но теперь время настало встать. Так, чтобы на тебя обратили внимание, так, чтобы тебя заметили окружающие. И когда ты встанешь, когда на тебя обратят взоры свои люди окружающие тебя, они прислушаются, что же он нам хочет сказать. Друзья мои, мы призваны к свидетельству. Мы призваны быть светом. Мы призваны быть солью этого мира и земли. Мы призваны светить в этом мире. И если мы живем такой приземленной весьма жизнью, живем, пригибаясь, перебежками в этом мире, то, безусловно, никто не обратит внимания на то, как мы веруем и в кого мы веруем. Иеремии была обещана помощь, причем дважды. Бог сказал Иеремии, «Я с тобою». Друзья мои, благовестие нелегко совершается. Труда очень много. И труд порой непосильный. И порой те, кто занимается благовестием, миссионеры в разных странах мира падают духом. Никто их не поддерживает. Одиночество. Вроде бы я один. Но Бог напоминает всем и каждому, «Я с тобою». Возможно, все тебя оставили, но «Я с тобою». Я не оставлю тебя. И причем Бог сказал Иеремии это дважды. И пророк понимал, что вся его жизнь должна быть подчинена служению и воле Божьей. И поэтому в Иеремии 10, 23 он говорит, «Знаю, Господи, что неволе человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Друзья мои, понимаем ли мы, осознаем ли мы, что мы призваны Богом, не кем-нибудь, но самим Богом быть Его глашатаями? Если да, то, по примеру пророка Иеремии, мы должны просто подчинить свою жизнь и волю Богу и сказать, «Господи, вот я, пошли меня». Обратите внимание, более того, на содержание послания Иеремии. Оно было словом Господним. Не просто словом кого-то. Иеремия не цитировал великих мыслителей, раввинов тех дней. Он передавал народу Слово Божье. Друзья мои, наше время настолько усугубилось тем, что люди потерялись, заблудились, они оказались в безнадежном состоянии. И меня до сих пор поражают заявления некоторых верующих о том, что мир сегодня не хочет слышать Евангелие, о том, что никто не пойдет слушать Евангелие, о том, что люди присытились. Скорее всего, мы присытились. Никогда еще сердца людей не были столь открыты, как они сегодня. Побеседуйтесь с молодыми людьми на улице. Они настолько заблудились, они настолько безнадежны, что они готовы принять сегодня элементарную, базовую истину. Христос пришел, умер, Он любит тебя, и Он призывает тебя к покаянию. Вот она, истина, по которой томится человеческое сердце. Обратите внимание на то, что Иеремии было сказано, чтобы он передавал Слово Господне. Слово. Казалось бы, простое слово, единое, цельное, но у этого слова много граней, и каждая грань обозначает определенную богословскую истину. Содержание Слова Божьего отмечает утверждение человеческой греховности. Друзья мои, сегодня не модно говорить о грехе. Сегодня проще говорить о любви, сегодня проще говорить о такой толерантности, сегодня проще говорить о благодати, но благодать безгреховности, она просто немыслима. Более того, пророк должен был предупредить народ о грядущем суде за грехи. Он должен был призвать к покаянию «Смой злое сердце твоего, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочистивые мысли». Друзья мои, вот к чему мы должны призвать. Мы должны конкретно, без страха, но с любовью призывать людей к покаянию. Мы должны призывать, по примеру пророка Иеремии, доверять Господу. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Более того, мы должны это делать с великой любовью, как сказано в Иеремии 31,3 «Издали явился мне Господь и сказал любовью вечную, я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Друзья мои, любовь Божья велика. Сегодня мир настолько устал от нелюбви, от зла, от порока в сердце, и поэтому он тянется к любви божественной. А Бог говорит, «Я люблю вас». «Издали явился мне Господь». И Он говорит всем и каждому, «Я люблю вас, я предлагаю вам благодать свою». Более того, в проповеди Иеремии было слово «прощение». Одно дело призывать людей к покаянию, одно дело призывать людей к Богу, но если результатом этого обращения не будет прощения, не будет очищения, не будет новой жизни, то, собственно говоря, те, кого мы призываем к покаянию, к новой жизни, они, простите за банальность, впадут в депрессию. Вроде бы обещали все, а ничего не получают. Бог призывает, и затем, обратившимся к Нему, Он предлагает прощение. «Я прощу беззакония их». Множественное число. И грехов их уже не воспомяну более. В церквах порой бытует неверное богословие. Бог прощает, и Он забывает то, что Он простил. Друзья мои, позвольте мне вам напомнить, что Бог никогда, никогда ничего не забывал и не забывает. Он ведь Бог. Если Он забудет хоть какую-то маленькую деталь, то Он мгновенно перестает быть Богом. Он становится подобным мне и вам, не так ли? Я забываю. Я забываю день своего рождения, забываю день рождения своей супруги. Чего я не забываю, так это дни рождения моих двух внуков. Как их забыть? Бог никогда ничего не забывает. Но Он решил, что прощенного греха Он уже вспоминать не будет. Вот она величие силы, вот она благодать, вот она милость. Бог решил, грех прощен, я его не вспомню. Никогда. Никогда. Ни при каких условиях. И даже если дьявол будет напоминать, если даже братья будут напоминать, если даже сестры будут напоминать, а ты помнишь, как ты согрешил, Бог скажет, понятия не имею, о чем ты говоришь. Я решил не вспоминать. Вот она милость. И именно в этом послании пророка Иеремии вот эта истина отражалась постоянно. И, друзья мои, мы не должны стыдиться той же истины и тех же составляющих Евангелия. Более того, в слове Господнем пророка Иеремии звучало обетование сердечного мира. «Найдете покой душам вашим». Это звучит по-новозаветному, не так ли? «Найдете покой душам вашим». Друзья мои, люди томятся по покою, пьют таблетки, на вооружении медиков более 10 тысяч различных медикаментов, более того, 5 тысяч тех, которые вышли из употребления, хотят мира, а мира нет, покоя, а покоя нет. Но тем, кто обращается к Господу, даровано обещание, вы найдете покой душам вашим. А если в душе покой, то и здесь покой, а если и здесь покой, то и спать можно, а когда выспишься, и жизнь хороша, а когда жизнь хороша, все хороши, когда все хороши, и самого себя начинаешь любить, и когда себя любишь, тогда все по-другому. покой душам вашим. Обетование новой жизни и пророк Иеремия также призывает принять решение. Вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Предлагаю. Друзья мои, обратите внимание, что в этом Слове Господнем раскрыто все благовестие, в этом Слове Господнем раскрыто все богословие благовестия, вот составляющие греха, составляющие благодати, составляющие призыва, обетования и призыва. Все это должно быть частью нашего благовестия и в этом мире. Следующая составляющая этого текста это глаз. И вот контекст, стиль и подбор слов пророка Иеремии говорит о том, что вот эти слова о земля, земля, земля были криком его души. Он был настолько озабочен тем, что народ окружающий его не спасен, что слова земля, земля, земля были криком его души. Обратите внимание на то, что говорится в других местах книги пророка Иеремии. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И, друзья мои, если огонь в костях, то жить спокойно, скользя по поверхности, уже просто нельзя, потому что жить нельзя без того, чтобы не свидетельствовать другим. Крик был повторным трижды пророк произносил слова «О, земля, земля, земля!» Друзья, мой народ должен обратить внимание на то, что говорил пророк. И глаз был громким, он был настолько громким, что народ его услышал. В нашем мире так много шума. Шума рекламного, шума трамвайного, шума нелюбви, шума греха, шума отсутствия мира, шума войны, шума голоса, шума крика и так далее. Так много шума. И народ не слышит слабого, порой лепета, нашего свидетельства. Поэтому наше свидетельство должно быть настолько громким, чтобы перекричать этот шум мира сего. Я не говорю просто о том, чтобы добавлять децибелы какие-то. Нет, наше свидетельство должно быть настолько ярким, что оно, собственно говоря, перекричит, пересветит все неоновые огни мира сего и все шумы мира сего. Глашатый Слово Господнего не может быть пассивным. Это служение вовлекает его полностью и целиком. Но, друзья мои, обратите внимание и на то, что цена его служения, пророчества, была велика. За участие в провозглашении Слова Господня глашатую придется заплатить высочайшую цену. Библия напоминает нам, кто не от Бога, тот не слушает нас. И если мы идем к тем, кто не слушает нас, они явно будут недовольны тем, что мы говорим покайтесь, обратитесь, Бог вас любит. Опыт Иеремии красноречиво иллюстрирует этот факт. Он претерпел больше преследований, чем все пророки вместе взятые. Почитайте биографию нашего ветхозаветного брата пророка Иеремии. Иеремия был помещен в тюрьму седеки. Пасхор священник избил Иеремию и посадил в колоду. Представляете, если бы священники избивали ваших братьев, если бы вашего старшего пресвитера или моих друзей и братьев, сидящих слева от меня, вдруг начали избивать и забивать в колоды, вы наверняка стали бы возмущаться, не так ли? Никто не заступился за пророка Иеремию. Его оскорбляли люди, верующие тех времен, требовали смерти Иеремии. В широко распространенном против него пресс-релисе его называли неистовствующим, то есть безумным человеком. обидно, когда говорят о нас неправду, не правда ли? Если кто-то скажет что-то, ой, как обидно, не знаю, как вам, но признаюсь вам, когда пресс-релисы в мой адрес, да, неугодные, да, неположительные, обидно. против него выступали практически все древние СМИ. Друзья восстали против Иеремии 20-10. Представляете, ваши друзья, сидящие рядом с вами, вдруг начинают восставать и начинают обвинять вас, клеветать на вас. народ грозился убить Иеремию в доме Господнем, не где-то на углу, не где-то за углом в темной улице, но в доме Господнем, прямо в церкви пришли и убили. Односельчане восстали против пророка. Ну, вы знаете, друзья мои, в селах все друг друга знают. Все друг друга знают. Все друзья, не друзья, друг друга знают. И односельчане, как правило, помогают друг другу. Вдруг они восстают и собираются его убить. Его родственники отказывались от него. Политические деятели тех дней бросили его в яму и, как древнееврейский текст говорит, он погряз в болоте. Иеремию обвинили в том, что он работал на вражескую идеологию. Пророка избили и заковали в кандалы, его коллегу пророка Урию убили. Иеремию герзкие люди, цитирую, отвезли в Египет. Вот сколько пришлось перестрадать нашему брату по вере. сегодня, если кто-то на нас косо-криво посмотрит, мы как-то уже чуть ли не к адвокату бежим. Как вы посмели? Я же. А вы не читали разве Конституцию Украины? Друзья мои, скажу вам откровенно, такой свободы, как в Украине, нету ни в одном государстве на планете Земля. Столько свободы, сколько есть у вас, нет ни в России, ни в Белоруссии, тем менее в Европе, ни в Штатах, ни в Канаде, ни в Азии, ни в Африке и, конечно же, в других странах. Наслаждайтесь. Но наслаждайтесь этой свободой в угоду воле Божьей. Используйте это время для того, чтобы рассказать всем и каждому о том, что Бог есть. Иеремии досталось немало, но он остался верным своему призванию пророчества и проповеди. Более того, был брошен вызов. И основная задача в благовестии, в проповеди, в свидетельстве это провозглашение Слова Господнего и передать Слово Господнее извиняюсь, мы должны так, чтобы это слово было услышано. Грош цена, если мы говорим, а слово наше не услышано. Полагаю, у вас в семьях тоже порой бывает. Я же тебе сказал, да что ты мне говорил, да ты мне ничего не говорила. Мы настолько вошли как бы в свою жизнь, заняты своими делами, что вроде бы мы говорим, 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 мысли у тех, кому мы обращаемся, они совершенно где-то. И поэтому разногласия. Я же тебе говорил, мусор вынеси, да когда ты мне говорил, 15-й раз сети, дорогой, говорю, муж где-то на стадионе Черноморец, или же где-то в другом месте ремонтирует свой автомобиль, или же где-то, когда мы обращаемся со Словом Божьим, друзья мои, мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы народ услышал. Бог сделает Духом Святым, Он работает в сердцах людей, готовит их, располагает сердца, открывает сердца людей, но мы со своей стороны должны сделать все, что от нас зависит. В тексте сказано слушай. Дословно эта идея обыгрывается слушай с пониманием, слушай так, чтобы понять, слушай так, чтобы ты был готов исполнить то, что ты услышал. Слово Господне должно стать достоянием всех и каждого. Иными словами, мы должны говорить на языке понятном нашему поколению. Я не говорю об украинском, или русском, или английском, испанском, немецком. Мы говорим совершенно о других моментах. Друзья мои, мы достаточно общаемся с молодежью с тем, чтобы понять, что она нас совершенно не понимает. И полагаю, что и ваши дети вас совершенно не понимают. Вы им говорите об одном, они совершенно мыслят о другом. Мы общаемся на разных языках, в совершенно других пространствах, совершенно в других измерениях времени и реальности. Мы должны научиться понимать наше время и не оставаться в своей субкультуре, таким образом, живя в изоляции и не понимая окружающих нас. Иеремия обращался к своему народу таким образом, что его все понимали. Слушай Слово Господне. мы должны быть на расстоянии, где слышание возможно. Говорить сдалека, говорить с трибуны своей церкви, когда народ даже сюда не приходит напрасно. Не так ли? Говорить с какой-то такой безопасной позиции своего, может быть, исторического богословия, когда народ вдалеке от нас и не видит, не подходит, не заходит и даже не обращает внимания, слышание невозможно. Мы должны быть настолько близки к людям, что они начинают прислушиваться к нам вопреки всему тому, что происходит у них в сердцах и в умах. Люди должны быть в состоянии, в котором они способны услышать. Они должны быть расположены к слышанию. А расположить их может к слышанию только Дух Святой. А Дух Святой расположит их к слышанию только в том случае, когда мы с вами начнем за них молиться. И молитвой Бог взрыхляет сердца грешников. Они начинают оттаивать, они начинают приходить в состояние, где слышание возможно. Друзья мои, как не хватает сегодня молитвенников? Как не хватает сегодня ходатаев? Давайте начнем по-настоящему, по-должному молиться за своих соседей, за тех, кто окружает нас, за тех, кто рядом с нами в метро или в трамвае или в троллейбусе, за тех, кто с нами в хоре, за тех, кто с нами на улицах, на Дерибасовской, я уже не знаю, какие у вас тут славные улицы, на Взморье, на Потемкинской лестнице. Давайте начнем молиться за них, даже если мы их не знаем. Молитесь. И Господь приведет этого человека в такое состояние, он сможет соприкоснуться с другим чадом Божьим. И вот во время проповеди, во время свидетельства это черствовое сердце начнет таять. Оно будет готово к принятию Слова Божьего. Друзья, мы не будем забывать молитвы. Молитва это не дежурная какая-то служба информации Тассель и Тартас Бог. Он знает без этого все. Мы должны ходатайственно молиться и просить Господа и тогда Он, безусловно, взрыхлит сердца людей. Каков охват? Из текста видно, что охват свидетельства и проповеди вся земля. Земля, земля, земля. Друзья мои, это созвучно с тем, что Христос сказал. Идите куда. Ну, подскажите, братья, сестры, идите по всему миру, то есть по всей земле, земле, земле. Идите и говорите всем жителям земли сей Слово Господне. Осознание этой базовой истины становится переломным моментом в жизни церкви, в жизни служителя и в жизни христианина. Когда христиане начинают со всей серьезностью понимать значение этого факта, наступает великое прозрение. Исследователи древнееврейского языка обращают внимание читателей на вот это краткое междометие О. О, земля, земля, земля. И грамматическая форма этого текста говорит о том, что когда вот это междометие используется, автор галашатой обращает свое внимание с одной аудитории, переходит на другую. Иными словами, он обращался к одной аудитории, она вроде бы слушала, но не воспринимала. И затем пророк Иеремия говорит, прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Сколько бы я не обращался со словом Господним к вам, кончилась жатва, вы не спасены. О, земля, я обращаюсь к тем, кто не слышал этого слова. Друзья мои, когда вот это наступает прозрение в жизни христиан, жизни служителей, в жизни церкви, начинается великое духовное пробуждение. Вместо того, чтобы говорить себе и друг другу, мы понаслышались всего, мы начинаем обращаться со словом Господним к земле, к земле, к земле. И тогда Бог начинает совершать свое великое деяние. Бог посылает нас в мир, который Бог очень и очень любит. Простите, что я вас гружу еврейским языком, но подлинник весьма ярко раскрывает грамматическое значение и смысл того, что сказано. Богословы считают, что вот корень слова земля, земля, земля происходит от формы будущего времени слова любовь. Иными словами, Бог через пророка Иеремию обращается к земле, которую Он любит. Да, Он ее накажет, если мир не покается, если мир не обратится к Богу, но Бог любит мир. И, друзья мои, любовь Божья стала достоянием нашим не с Евангелия Теана 3,16, нет, она была практически выражена Богом с первых же секунд истории человечества. И вот у пророка Иеремии прослеживается вот эта божественная любовь. Именно поэтому Христос и завещал идите по всему миру и проповедуйте, обратите внимание, проповедуйте все, множественное число, Евангелие одно всей твари, всем. Я должен и эленам, и варварам, мудрецам, и невеждам, как мы уже слышали, и проповедано будет все Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Друзья мои, я не знаю, когда Христос придет. Иногда мне хочется, чтобы Он пришел вот сейчас. Уж слишком много зла. А как бы тем, кто еще не услышал, а их так много? А как бы тем, кто еще, может быть, не приблизился, не перешел вот эту финишную полосу, а их так много? Как быть с теми, кто вроде бы готов к принятию, Дух Святой взрыхлил его сердце, а яркой такой вот свидетельствующей проповеди этот человек еще не услышал? Христос придет, и не по нашему графику, поверьте, не по нашим датам и предсказаниям, Он придет по своему графику, Он обязательно придет, Он может прийти сегодня, Он может прийти через тысячу лет, но мы должны жить так, как если бы Он пришел сегодня. Пророк Еремия был человеком весьма обязательным, и Он понимал, что Он в ответе за мир, Он в ответе за свое поколение, и Он в ответе перед Богом за то, что было доверено Ему. Господь сегодня воздвигает новое поколение служителей, которые видят возможности и ответственность за судьбу мира, и при содействии благодати Божией, друзья мои, согласимся, давайте, давайте, согласимся объединить свои силы, усилия, усердия, молитвы, желания, отчаяния, и сделаем все, что от нас требует но. А Он требует самую малость, наше все, нашу жизнь, ни больше, ни меньше, самую малость, всю нашу жизнь, все наше, все, что у нас есть. И когда пророк Иеремия посвятил Богу все, что у Него есть, Господь употребил его во славу свою. Господь ждет и от нас посвящения и преданности нашему призванию. Он ожидает того, что каждый из нас выполнит абсолютно все, то, что было поручено Ему. Сегодня мы были на вашем славном стадионе Черноморец. Там, как правило, забивают голы, кто-то проигрывает, кто-то выигрывает, фанаты сходят с ума. Но цельность и прелесть всего того, что происходит на этом поле, друзья мои, в том, что команда играет вместе. Да, есть у вас так называемые звезды в команде Черноморец, но звезды не выигрывают игры, поверьте, выигрывает команда от вратаря до центрального нападающего. Дай Бог нам понять свое место в этой команде. дай Бог нам сыграться с остальными так, чтобы окружающий нас мир обратил внимание на нашу сыгранность, на наше единство, на наше желание забить гол, образно говоря, во славу Божью и таким образом привести многих к спасению Иисуса Христа. Иисус же сказал им «Истина, говорю вам, Слово истина означает аминь в подлиннике. Заметьте, что Христос говорит аминь не в конце молитвы, не в конце проповеди, Он говорит истину в самом начале, иными словами, то, что я вам скажу, истина, поэтому Он говорит аминь в самом начале. Истину я вам говорю, что вы, последовавшие за Мною в поки бытии, ради имени моего, получите вас сто крат и наследуете вечную жизнь». Слово поки бытия дословно означает возрождение. Те, кто последует за Мной в возрождении, в процессе возрождения душ человеческих, увидят возрожденную церковь, увидят обновленную церковь, а когда церковь обновлена, тогда и обновляется общество. Мне часто приходится встречаться с политиками, с различными деловыми людьми. Вот порой слушаешь их и диву даешься. Они обещают абсолютно все. Изменить мир, изменить общество, законы создать. Друзья мои, пока не будет возрождено сердце человеческое, не будет нового общества, не будет ровным счетом ничего. И Господь говорит, истинно говорю вам, вы, последовавшие за мною в возрождении мира Одессы, Одесской области, Украины, Николаевской области, СНГ, планеты, Земля. Ради имени моего получите вас сто крат и наследуете вечную жизнь. Вечная жизнь нам гарантирована. Христос сказал, вы наследуете, но по пути в вечную жизнь, которой мы обладаем уже сейчас давайте будем соучаствовать с Господом в процессе возрождения, возрождения человеческих сердец Духом Святым, а Бог совершит все остальное. Я не знаю, когда мы сюда приедем, в ваш славный город Одесса, и когда мы будем вместе проводить на стадионе, понятия не имею, но если мы будем об этом молиться, Господь совершит свое дело, и тысячи жителей Одессы и области всего этого замечательного солнечного, летнего, бархатного, столь приближенного к краю региона услышат о том, что есть Бог, о том, что Бог любит людей, о том, что Господь предлагает спасение всем и каждому. Давайте мы сейчас помолимся. Молитесь в сердцах ваших, и пусть Господь вас благословит в вашей молитве. Господь и Бог наш, мы тебя искренне благодарим за то, что слово твое действенно. Благодарим тебя за пример наших братьев по вере, за пророков Еремию, Исаию, Данила, за наших братьев по вере и Ветхого, и Нового Завета, за Петра, Иоанна, Иакова, апостола Павла, за всех остальных, за молитвенников и героев веры наших времен. Мы тебя сердечно благодарим. Господи, помоги нам воспользоваться этой свободой, помоги нам ощутить и понять вот эту значимость твоего призвания в жизни нашей. я благодарю тебя за братьев моих и зестер, которые собрались под взводами всего здания молитвенного дома. Благослови нас всеми благословениями неба и не дай нам покоя. Господи, лиши нас сна и лиши нас покоя до тех пор, пока мы не доверим тебе все, всю нашу жизнь и сделаем все от нас завищее, чтобы всех те, кто нас окружает, могли иметь возможность соприкоснуться с Евангелием и принять его. Прости, Господи, нас за нашу пассивность, за наше какое-то неуклюжество в следовании за Тобою. Храни нас, Господи, возгрей наши сердца. Мы благодарим Тебя за возможность быть вместе, молиться и прославлять Твое святое имя. Услышь молитву нашу, ибо все это мы просим во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Присядьте. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. и приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова